Сегодня в видео кот Мэйн Кун по имени Маленький, а в других видео в честь дня котов смотрите черного котика антибиотика спящего с чихуахуа, рыжего чейза на месте преступления и как коты справляют день котов Привет дорогие друзья, с вами снова Дугмама Аня, мои собаки София Ивен бегают где-то вокруг и сегодня у нас интересная тема в честь дня котов Маленький У меня на руках сейчас котик породы Мэйн Кун по прозвищу Маленький Так что сегодняшнее наше видео посвящено котикам Так как в кошках я пока что разбираюсь не очень хорошо, я решила воспользоваться возможностью изучить их И первым делом я пошла на сайт Animal.ru прочитать про котов породы Мэйн Кун И вот что интересного я узнала про нашего пушистого маленького Мэйн Кун это аборигенная порода кошек Соединенных Штатов Америки, которая произошла от кошек, проживающих на фермах Северо-Восточной Америки в штате Мэн Легенда о происхождении этого животного гласит, что Мэйн Кун плод любви кошки и енота Название породы происходит от названия американского штата Мэн и слова кун, сокращенного от английского слова ракун, енот Однако версия о том, что куны появились все-таки в результате скрещивания местных короткошерстных кошек с завезенными из Европы длинношерстными Выглядит гораздо реалистичнее Первым Мэйн Куном считается кот по кличке Капитан Дженкс из Морской Кавалерии Он был показан на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году и положил начало ранней популярности породы Еще один удивительный факт – Мэйн Кун не мяукает Вернее, те приятные музыкальные вибрирующие звуки, которые издает эта кошка, крайне сложно назвать традиционным мяуканьем Специалисты считают, что встретить Мэйн Куна с двумя одинаковыми голосами практически невозможно Окрасы породы по стандарту любой, кроме колорпойнта, шоколадного, бурманского, абиссинского и лилового Классическим признается природный полосатый окрас Агутти Шерсть по стандарту породы плотная, густая, мягкий, легкий подшерсток, хорошо защищает от воды На голове и плечах шерсть короче, в области воротника, вдоль спины, боков, на животе и хвосте длиннее К основным достоинствам Мэйн Кунов относят ласковый, ровный характер и интеллигентность Сложности в уходе или общении, как считают профессионалы, практически отсутствуют Вес Мэйн Кунов-мальчиков может достигать более 10 килограммов, девочек до 7-8 килограммов Это добродушные, скромные, нежные и очень тактичные создания Владельцы отмечают их ненавязчивость и интеллигентность Куны проявляют великодушие по отношению к детям и другим животным Внешне Мэйн Кун напоминает хищника Крупные размеры, кисточки на ушах, круглые раскосые глаза, полосатый окрас Но как ни парадоксально, Мэйн Куны совершенно позабыли опасные повадки своих далеких предков И являются одной из самых кротких и миролюбивых пород кошек От диких зверей Мэйн Куны унаследовали лишь природную ловкость и потребность в движении Но при необходимости эта кошка с удовольствием избавит ваш дом от вредных грызунов Внешне Мэйн Кун это крупная и мускулистая кошка с сильными ногами и длинным хвостом Для этой породы характерна голова с заметными скулами и сильным подбородком Сегодня существует два основных типа Мэйн Кунов, европейский и американский Европейцев отличает вытянутая мордочка, длинное тело, длинный хвост и большие уши с длинными кистями А американцы чуть более крупные, ширококосные, приземистые Кисточки почти не выделяются, видимо маленький близок к американскому типу больше Мэйн Кун обладатель роскошной шерсти, при этом уход за ним гораздо проще, чем за другими длинношерстными породами Необходимо лишь раз в несколько дней расчесывать кошку щеткой для удаления мертвых волосков Так называемые колтуны, от которых страдают те же персы, у Мэйн Куна практически исключены Конечно, периодически Мэйн Куна следует купать Также важно регулярно осматривать и чистить своему Мэйн Куну зубы, потому что эта порода имеет предрасположенность к болезням десен Хотя куны абсолютно не агрессивные, не стоит пренебрегать и процедурой стрижки когтей Это убережет вас и, кстати, предметы интерьера от случайных царапин Маленький большую часть времени проводит на улице, гуляя, наблюдая за собаками и происходящими событиями Кушает и спит он обычно дома Он действительно совершенно снисходительно относится к собакам и вообще к всем живым существам Очень самодостаточен и дружелюбен и, конечно же, тоже любит ласку, как и все котики И никогда не был замечен в порче, мебели, драках или воровстве Очень спокойный и миролюбивый котик Заводите котиков и будет вам счастье, друзья А в других видео в честь дня котов смотрите Черного котика-антибиотика, спящего с чихуахуа Рыжего чейза на месте преступления и как коты справляют день котов Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий Ага 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 Ага